Украинская армия не обстреливала Донецкую фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами. Обвинение боевиков опровергли в миссии ОБСЕ. Более того, камеры наблюдателей зафиксировали, что огонь открыли как раз с неподконтрольной Киеву территории. Сегодня провокации противника продолжались. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. С позиции украинских военных на горизонте видно Донецкую фильтровальную станцию. Она обеспечивает воду не только подконтрольную Украине Авдеевку и соседние села, но и оккупированный Донецк. Станция расположена в серой зоне, и боевики не раз использовали ее для провокаций. На днях для информационной. Это видео опубликовали боевики. На кадрах, по их словам, фосфорные мины, разрывающиеся в районе фильтровальной станции. Выложив видео, наемники традиционно обвинили в обстреле украинскую армию. Но вот камера ОБСЕ зафиксировала в это же время огонь с оккупированной территории, с востока. Обвинения боевиков международные наблюдатели не подтвердили. Выходы со стороны противника фиксируют и наши военные. 120-й точно работал громко. А откуда это? Ну, со стороны где-то, с Подарки, примерно оттуда. Мы не видели, но по звуку где-то в тот район. Село, которое в поле зрения украинских военных, это крутая балка, поблизости от ДФС. Боевики оттуда давно вытеснили местных жителей. В селе гражданских нема. Гражданские вот через трассу. Они все под домами, там, в блиндажах. У них оборудованы инженерные позиции. Ну, в домах очень мало позиций. Это там временные позиции дома. Они оттуда отработали, ушли сразу. Все село наемники изрыли своими окопами и превращают его в настоящий укрепрайон. Вырыто с получения инженерной, да, самоистиновата. Это достаточная дистанция. На движение на открытой местности боевики реагируют молниеносно, открывают стрельбу. Поэтому в относительной безопасности себя можно чувствовать вот только в таких окопах. Военные с нуля вырыли в полный рост. Но, несмотря на такие подавляющие обстрелы, военные не раз уже фиксировали, как боевики провокационно открывали огонь из района фильтровальной станции. Огонь ведется. То есть соседи рядышком с ДФСом находятся в позиции противника. Артиллерия противника из-за рынка Господарка. То есть за ней, с нашего направления, из-за ней. Постоянно идут выходы артиллерийских орудий. То есть крупная, крупная, 120, ну и крупнее. О том, что боевики окопались и оборудовали огневые точки на бывшем рынке Господарочка поблизости от ДФС, свидетельствуют и фото, выложенные журналистом из Ордло. Находиться нельзя. Во время последнего такого обстрела один военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера. По данным разведки, на этот участок фронта российские военные завели несколько хорошо подготовленных групп стрелков. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.